всем здравствуйте ребятки здравствуйте так когда говорите подключайте камеры вашим так сейчас посмотрим наше расписание вот проверяйте наш сестру сюда мы ангелина ангелина из стамбула здесь игорь из одессы откликайтесь амар из алматы никого нету я из всех вижу елисея и георга первым будет выступать не лисея не будет георг пожалуйста я выключаю вот это первая пропустил куда отошел елисей первый эсперанто язык для всего мира язык эсперанто намного легче учить чем английский язык потому что в нем меньше было меньше времен эсперанто вот эта вот картинка это флаг эсперанто это искусственный язык эсперанто самый распространенный плановый язык созданный варшавским окулистом лазарем ледвиком макаровичем за мингофом 1887 году после 10 лет работы эсперанто универсальный язык признать стать общим мировым общим мировым и хоть в мире до сих пор больше всего людей говорят на китайском у этого изобретения польского доктора есть своя история родился людвиг в белостоке население которого состояло из русских поляков литовцев немцев и евреев все они говорили на своих национальных языках отношения между разными нациями не были дружескими и маленький людвиг в детстве решил что отсутствие общего языка является главной причиной отсутствия мира мечта в одном человеческом языке овладела им в то время и никогда и больше его не покидала со времен строительства милонской башни человечество испытывает трудности связанные с непониманием речи других народов международный язык эсперанто предполагался использоваться в качестве нейтрального при разговоре между людьми которые не знают языка друг друга людвиг использовал псевдонимом доктор эсперанто что означает тот кто надеется так и появилось название его детище то есть языка его искусственный язык эсперанто гораздо более прост в изучении чем обычные национальные языки которые разрывались и развивались естественным путем его конструкция упорядочена и понятна словарный запас этого языка не будем не будет преувеличением сказать про эсперанто что сборная солянка из крупных европейских языков доктор заменков брал за основу вполне реальные слова для своего творения около 75 процентов лексики происходят из латыни и романских языков особенно французского 20 процентов приходится на германские немецкие и английские остальные выражения взяты из славянских языков русский и польский русский и греческий и греческого в основном научные термины широко из секунду я случайно пролистал широко используются общепринятые слова поэтому человек владеющим русским даже без подготовки сможет прочесть около 40 текста на эсперанто тут не влезло ну вот попробуйте ребята прочесть тут наш текст это маленькое стихотворение теги флор флор пол вайдж там цветочной пыльце флора цветок пол вопыльный бриллиант джай джубели сверкающие как драгоценные камни драгоценно джубели то есть драгоценно это джубели драгоценность а сверкающие это бриллианты джен попил попилиодж вот бабочки сурпингл репозас на булавках покоится сурпингл в общем не буду читать на эсперанто я не знаю произношение произношение не учил но булавках покоится в общем можно понять можно тут некоторые слова понять а некоторые нельзя ну по моему для меня ничего не понятно в общем давайте послушаем гимн эсперанто у эсперанто есть даже гимн вот его пили ладно перевод открою потом сурпингл а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что значит с пятого класса? Когда он сам учился в пятом классе? Да, когда он сам учился в пятом классе Начал создавать свой язык Меня удивило то, что гим эсперанца такой долгий И то, что он повторяется Еще меня удивило то, что это всемирный язык Я думаю, что всемирный язык это английский Здравствуйте, извините за опоздание Сам этот гимн создал Замингов Создатель языка создал стихи этого гимна Эти просто стихи повторяются Ну и припев Понятно Кого еще что удивило? Китайский Меня, например, удивило Что он решил, что это поможет людям жить Ну в том населенном пункте А где он жил, как называется? Он жил Польши Вот, это поможет тому местечку, где он жил Жить, ну, мирно Вот это меня удивило Вот, и еще, Елисей, у меня к тебе вопрос Там в тексте ты говорил, что Есть такие слова Что люди испытывают с языками проблемы Со временем строительства Вавилонской башни Ты не можешь объяснить, почему это так? Потому что Есть такая легенда, миф О том, что когда строили Вавилонскую башню Люди хотели стать выше богов И у них был у всех одинаковый один язык Они эту башню строили, строили Но не достроили Поскольку боги разъярились И дали каждому народу В общем, разные языки дали Из-за этого эта крепость разрушилась А сейчас говорят, что наполят Может быть, остатки этой крепости В общем, какие-то этой башни А, понятно Ну, смотри, что получается Что ты так объяснил, что люди говорили все на одном языке, да? Да, 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 раньше да Да, 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 раньше да Ну, смотри Получается Что Каким-то непонятным Совершенным образом Это меня очень удивляет Особенно интересно Как они это сделали То есть, они сделали задачу Которая противоположная эсперант Они разным группам людей Дали разные языки Нет, боги как раз Боги дали Боги дали Вот Как они это смогли сделать Языков же очень много, правда? Да, ну, раньше тогда По самому миру По самой легенде То, что все люди на планете Разговаривали на одном и том же языке А потом им дали Разные языки Ну, смотри А сколько всего разных языков на Земле? Ну, это же миф Не важно А сколько сейчас разных языков? Наверное, очень много Если считать Старые языки Нет Те, на которых сегодня Какие-то люди говорят Китайский традиционный Японский традиционный Русский Русский Славянский Так, ребята Кто что думает? Сколько разных языков на Земле? Очень много Очень много Витки тоже На ивритском тоже сейчас разговаривают У нас Миллион примерно Миллион разных языков Кто это сказал? Я Надо имя Более 7 тысяч Более 7 тысяч Что-то ты посмотрел в интернете 7 тысяч Вам дадут Это мы в школе Учили Мы учили про географию Смотри Был один язык А боги сделали 7 тысяч Вот меня интересует Как они это сделали Как вообще это возможно Вот второй вопрос Значит Ведь сам факт Что вавилонская башня была Это точно, правда? Нет, не точно Это все миф Это просто миф Из Библии Это так Это в Библии написано Ну не знаю Это просто миф Странно А башня не миф Она есть? Камни от нее? Вообще-то нет Но разные люди Находят какие-то Руины И говорят То, что это Вавилонская башня Остатки Ну в общем Это не доказано научно Понятно Вот Я тоже считаю Что если бы люди На земле научились Понимать друг друга То они бы тогда Ну перестали бы воевать Я тоже это понял В детстве И с тех пор Я занимаюсь тем Чтобы научить всех людей Ну понимать друг друга Но не с помощью эсперанта Я думаю Что с помощью эсперанта Это вряд ли получится Хорошо Спасибо, Елисей Так Кто у нас следующий? Диорг? Одну секунду, пожалуйста Дайте Лиза, у тебя рука поднята Что ты хочешь сказать? Я хотела сказать Извините за опостание Пожалуйста, Елисей Вы наверняка слышали О статве свободы Которая установлена Поблизости с Нью-Йорком На острове Свободы Эта статуя вызывает Одну из первых ассоциаций Связанной с Америкой Статуя свободы Задумывалась как подарок Франции К столетию независимости США Причем французы Обязались построить И установить статую А американцы Педестал Статую собрали На ее новом основании За 4 месяца Торжественное открытие Статую свободы Состоялось Класс 8 октября 1886 года В присутствии Нескольких тысяч зрителей Однако Не все знают Что подарок Был не преподнесен Когда США Уже исполнилось 110 лет Задержка в 10 лет Произошла Из-за нехватки Средств На создание статуи Сначала статую Изготавливала Совершенно По другому поводу В 1869 году Египетское правительство Решило Соорудить Маяк На Суэцком канале На проект Стоялся Молодой Скульптор Ферреди Бальтери По его замыслу Маяк Должен представлять С собой Огромную статую Женщины С поднятой Руке Файл Скульптор Скульптор Назвал Эстатью Египет Несущей Свет В Азию Однако Паша Измалку Эскиз И маркер Студии Не понравилось Марку Диэскиз Приберок И когда Получил заказ На создание Статуи Слобод У него Уже был Готов Проектив Массовую Стабильную Опору Было Поручено Гюставу Эльфовую Будущему Создателю Эфилой Башни Статуя Но Официальное Название Свобода Озряющая Мир Или Свобода Которая Несет Свет В миру Американцы Называют Ее Леди Свобода До сих пор Точной Информацией Какое Лицо Женщины Послужило Прототипом Памятника По одной Из версий Якобы Скульптор Феррид Пальтоди Использовал Лицо Собственной Матери В качестве Основы Для лица Статуи Свобода Изначально В руке И у статуи Был Фонарь Именно Руа Была Сделана Первой И выставленной Во Франции Америке В 1876 Году Посетители На заплату Могли Подняться На балкон Факела Полная Высота Момента Составляет 93 метра А если Считать Ее высоту Без Факела То она Будет Равна 46 метров Во время Открытия Статуя Свобода Была Самым Высоким Зданием В Нью-Йорке На создание Момента Потребовалось 31 тонны Меди Который По одной Версии Закупали У русских Промышленников Сам Внизу Представляло Находится 7 лучей Которые Назначают 7 мурей И 7 материков В оригинале В самом Начале Своей установки Статуя была Золото-оранжевого Цвета Но со временем Медные листы Из которых Она сделана Внизу Ввиду Атмосферных Явлений Поменяли Цвет Теперь Статуя Имеет Зеленый Цвет Статуя Свободы Греческая Стопа Это Когда Второй Палец Длиннее Первого Такое Строение Стопы Называется Палец Мортона Мортона И встречается Примерно У 10% Людей Древние Греки И римляне Считается Именно Такой Вариант Ноги Постатичным Стандартам Что Означает Что Отражали В скульптурах Вы знаете Что Статуя Кошается На сегодняшний день Зафиксировано Что Океанический Ветер Со скоростью 100 км В час Способен Раскочить Леди Свободы На 7 Сантиметров 62 А ее Факел На 12 Сантиметров 7 Сотых Статуя Свобода В течение 16 лет Была Маяком Вначале Посетители Статуи Имели Возможность Попасть Не только В корону Но и Факел Владис Свободу Однако Эту лестницу Закрыли В 1916 Году Из-за Собраний Безопасности В 2001 Году После Печальных Событий 11 сентября Статуи Свободы И вовсе Закрыли Посещение Тур С 2004 Кода Туристам Открыли Вход В музей Расположенный По стаменте Полный доступ В том числе И на Смотровую Площадку Моменты Был открыт Лишь Сегодня В 2012 Году Сегодня Всех Туристов Желающих Посетить Статуу Подвергают Тщательной Проверке При входе Измежания Возможных Террористических Атак При статусе Свободы Установлена Лестница С 354 Ступеньками Которые Идут На Его Вершину На Его Короне Имеется 25 Смотровых Окон Имеется Национальным Памятником США С 1986 Года Входит В список Всемирного Населения ЮНЕСКО Еще Интересный Факет Скульптуры Принимает На себя Около 60 Ударов Молнии В год 600 Ударов В год Молнии В год У статуи Есть много Разных Копий По всему Миру Но лишь Один Оригинальный Двойник В Париж Статуя Была Подарена Париж Американской Еспорой В 1889 Году Она В один В один В один Повторяет Американскую Статую Свободу Но с одним Отличием В полосте Парижская Скульптура Меньше С Нью-Йорком 4 раза На этом все Спасибо за внимание Замечательно Георг Замечательно Спасибо Пожалуйста Так Выключай Пожалуйста Презентацию Так Ребята Что удивило Меня удивило То Что По всему миру Есть полно Копии Статуи Свободы Я думала Их только В две А меня удивило Что это был Подарок Франции Прямо Странно Меня удивило То Что В эту Станцию Свободы Ударяет Кочи Раз Молнии И Еще Меня Удивило То Что На эту Станцию Свободы Можно Заходить Я думала Это просто Память И то Что Внутри Нее Лежит Сейф Складом А меня удивило То Что Она Она Должна Была Создана Быть В Египте Меня Еще Удивило То Что Можно Было Подниматься Не Только В Корону И Фател Хоть И Фател Закрыли У Меня Например Еще Удивило Что Покрыта Она Медью Прямо Удивительно Я думал Нет Медью Это Надо Ну То Что Медь Окисляется Это Понятно Она Сталась Зеленая Да Интересно Спасибо Очень Здорово Ну Вообще Очень Понял Так Кто У нас Следующий Ребята Лиза Лиза Ты готова Сейчас Я Представлю Самую Скучную Тему На Свете Я Готова Включать Презентацию Давай Пожалуйста Самую Скучную Тему Видно Мой Экран Да Видно Итак Тема Образ Жизни Религиозных Людей Израиля Во-первых Говоря о детях Обычно Нерелигиозные Люди Ходят В обычную Школу Где Учат Всякие Интересные Предметы И там В третьем Классе Идут В синагогу Там Поют Песню Или даже Две И потом Получают Золотые Книги Торы Говоря Про Религиозных Людей Они Учат Только Тору И Танах Это Две Виды Торы Но А в остальное Время Гуляют И все Теперь У религии Есть Очень много Разнообразных Правил Но я Расскажу Вам Об одном Очень Распространенном Правил Под названием Кашрут По нашему Кашерный Это правило Обозначает Что Например Нельзя Смешивать Мясное С молочными Или Есть Рыбу Без Тишуи И так Далее То есть Что-то С этим Можно Есть Только Что-то Только По Праздникам Что-то Только По Субботам Что-то Вообще Нельзя Нельзя Есть Но У Торы Есть Очень Много Рассказов И я Расскажу Сегодня Немного Об Одном Этот Рассказ Был Таков Что Однажды В Египте Жили Евреи И Они Жили Хорошо Пока На трон Не встал Новый король Египта Которого Звали Паро И Потом Он Он Ненавидел Евреев И Хотел Чтобы Их Покончить С ними Но Сначала Он Решил Он Увидел Что Они Очень Быстро Размножаются И Он Забоялся Что Их Станет Больше Чем Его И Потом Он Сделал Так Хитрест Что Он Заставил Их Строить Ему Два Города Чтобы Они Устали У них Не было Сил Размножаться Но Он Забыл Одного Кто С ними В команде Это Бог Он Был За Них И Каждый Раз Он Добавлял Им Сил Размножаться Они Все Размножались Размножались Потом Он Увидел Что Это Не Работает И Очень Дивился Потом Он Сказал Каждого Мальчика Который Родится Убивать Его Но Еврейки Его Не Слушали И Поэтому Все Еще Размножались А Пока Его Слуги Услышат И Прибегут Они Уже Все Родят И Все Но Когда Поставили Это Правило Жила На Семья И Матери Уже Были Два Ребенка Мальчик И Девочка И Потом В Это Время Родился Еще Один Мальчик Она Боялась Его Потерять И Поэтому Она Его Сначала Прятала Три Месяца И Все Время Его Успокаивало Чтобы Не Плакал Не Пришли И Не Выбросили Его В Реб Потом Они Когда Ему Уже Было Три Месяца Она Уже Не Могла Он Хотел Говорить Играть Плакать И Она Сделала Маленькую Лодочку В Которую Посадила Этого Мальчика И Положила Лодочку В Реку В Это В Это В В В В В В В В Дочь Паро Проверяла Реку Но Еще Девочка Сестра Этого Мальчика Она Следила За Ним Не Заметь Потом Дочь Паро Увидела Эту Лодочку И Своих Слуг Приказала Принести Ее К Ней Чтоб Разглядеть Потом Она Захотела Этого Ребенка Потому Что У У Не Было Детей И Она Назвала Его Если На Иврите Говорить Муше Потому Что На Иврите Взяла Из Реки Это Будет И Ищита И От Этого Слова Она Назвала Его Муше Потом Когда Он Вырос Он Просматривал Город И Увидел Е Е Е Е Е Е Е Бьет Розгай Еврея Потом Он Сказал Что Ты Его Бьешь Потом Он Его Случайно Убил Подумал Что Никто Этого Не Видел И Закопал Его Потом Он Увидел Еврей Бьет Еврея Он Сказал Что Почему Ты Бьешь Своего Друга Он Твой Друг Он Тоже Еврей Как И Ты А Они Ему Говорят Что Если Мы Это Убил Только Что Египтян Тогда Он Уже Забоялся Реально Потому Что Если Он Они Узнали Это Значит Паро Это Точно Узнал И Ему Конец Потом Он Бежал Бежал И Бежал Бежал И Прибежал В другую Страну Которая На Иврите Называлась Медьян Там Он Увидел Одного Человека Который Должен Был Следить За Овцами И Поить И Кормить Он Не Справлялся Семь Девочек Они Его Заменили И Не Справились Потом Он Им Помог Девочки Он Благодарил И Убежали Домой Все Рассказали Папе Папа Сказал Что же Вы Не Принесли Этого Хорошего Человека К нам Домой Девчонки Девчонки Куст, который растет в пустыне, он колючий, и вот так. Он видел, что он горит и не сгорает. Он хотел подойти поближе и рассмотреть, но этот, как будто бы, кто-то заговорил с ним. Муше, Муше, отойди и сними твою обувь с твоих ног, потому что эта земля, она очень важная деревня. Он послушал, потому что этот голос сказал, что это Бог, который спас еще и Авраама, и всех этих. Потом Бог подумал, как он хорошо справляется с овцами. Он очень хороший ведущий. И Бог ему сказал, я тебе даю очень важную роль прийти в Египет и спасти евреев, потому что я слышу, как они кричат о помощи. Как бы убей нас уже, мы не хотим тут страдать. Он сказал ему, иди туда и уговори их сделать, пойти за тобой, и потом уговори парол. Но он боялся, потому что если его спросят, кто этот Бог, как его зовут, он это сказал Бог. А Бог ему говорит, ничего страшного, я буду с тобой, скажи им, что меня зовут... Ну, он, короче, сказал его имя. Потом, когда он пришел, он сказал, «Евреи, идите за мной, я вас вытащу отсюда, надеюсь, вы мне верите». А они ему закришали, нет, докажи нам, что ты прав, ты же обычный человек. Потом он показал, чем Бог помог. Он взял свою палку, бросил на пол, она превратилась в змею, а потом он взял ее в руки и превратилась в палку. Такое мог сделать только Бог. Потом он спросил, «Теперь вы мне верите?» А евреи говорят опять, «Нет». Потом он делает еще один фокус. Он засовывает руку под локоть, а вытаскивает, она уже вся бледная, и как будто бы только она охвачена какой-то болезнью, в которой можно умереть. Потом засовывает обратно, вытаскивает, и она уже здоровая. И он говорит, «Теперь вы мне верите?» А евреи говорят, «Да». А потом он пошел уговаривать Паро. Короче, это рассказ очень длинный. Я его рассказывать дальше не буду. Но все равно мы знаем, что он все-таки их вытащил и оттуда, и спас. Он меня дополнил. На сегодня все спасибо за внимание. Можно я что-то дополнил? После этого он повел евреев к морю, Бог сделал так, чтобы море раступилось перед ними. Когда побежала за ними, а когда побежали они за ними, море... Здравствуйте, извините, могу так сказать? Так, ребята, кто говорит, включайте, пожалуйста, видео. Можете сказать, сейчас про списание уроков геометрии. Что? Какой урок? У нас здесь занятие под названием «Удивляемся с Григорием». Геометрия по другому адресу. Прочитайте внимательно рассказы, пожалуйста. Так, ребята, удивляемся, я расскажу. Меня удивило то, что Бог пошел удивлять их, то, чтобы вывести из пустыни. Ведь Бог их мог просто, он всемогучий, он мог просто их телепортировать и все. Или не помогать. Так, ребята, включайте видео, когда говорите, хотя бы. Мне удивило то, что он просто взял и попросил снять тапки, чтобы встать на землю, чтобы измарать ноги или зачем? Потому что эта земля, она очень важная, и нельзя было ходить с ней в обуви, потому что обувь-то грязная, а ноги, они каждый день моют, они чистые. А, окей, понятно, спасибо. Лизочка, а ты сама училась в такой школе? Да, я учусь в нерелигиозной школе, где мы учим не только другие предметы, но тоже учим, там мы этот рассказ тоже учили. Понятно. То есть ты учишься в обычной школе? Да, я не религиозная, я все еще в школьной майке. Понятно. А в религиозную школу берут только мальчиков? Нет, только религиозную семью, и если и в религиозную школу берут только тех, у кого мама еврейка. Не, ну это понятно. А берут только мальчиков, но и девочек тоже? Девочек тоже, только девочки могут ходить в школу только в юбках, а мальчики обязательно в кипе. Понятно. А я сделал документальный фильм о том, как учатся в ешивах, школах, в которые ходят в религиозную, называется ешива? Шува, наверное. Шува? Да, есть такая. А где только мальчики учатся, как называется? Этого я уже не знаю. Не знаешь. Ну хорошо. Ребята, есть еще удивление? Рассказ Лизы. Так, нету. Спасибо, Лизочка. Почему? Есть, 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 есть. Так, пожалуйста, подними свое видео, потому что тебя не видно. Меня видно, нет, Тигран. Тигран, хорошо. Сделай так, чтобы лицо было видно. О, спасибо. Ты что хочешь? Удивлядь. Меня удивила то, что, ну, сама история, и то, что, почему Бог именно им помог, и почему именно этот человек, ведь он управлялся только с собственными, а не с людьми. И немного непонятно, почему он. Потому что он увидел, как он хорошо справляется с овцами, и не командует, даже выучил их язык. Он решил, пусть он пойдет, у него хорошо получается быть главным. Командиром, то есть. Ну, да. А еще вопросик. Тогда, когда он пришел что-то им говорить, это сам, который с овцами справлялся? Нет. Когда он пришел и начал говорить, то это он без овц пришел и не овцам говорил, а евреям. Да-да, но только это был тот, который с овцами справлялся, да? Да, справлялся. Справлялся, да. Так вот, а что, типа, это Бог за него что-то сделал? Ну, он помог ему палку превратить в змею и руку эту болезнь? Нет. Обратно. Ну, куда он попросил? Ну, ладно. Да. Лизочка, а Маше получил у фараона разрешение вывести еврея? Только после десяти ударов. В смысле, каких десяти? Это удары, которые сделал Бог, чтобы помочь Моше. Он, это удары были страшные. Например, вода вся превратилась в кровь. Их поля охватила саранча. Но последний удар, на который фараон повелся, это был удар, когда все дети умерли. Потому что фараон, он их очень любил, и он сам их сделал, размножил, придумал. Тогда он освободил их. Понятно. Так, кто хотел задать вопрос, задавайте. Я, а кто-то еще доклад будет делать. У нас списка еще есть. Так, кто на следующий? Перепорю, у меня вопрос. Вы рассказывали, что вы хотите как-то объединить народы, чтобы они не выебали их. Если это не секрет, каким это место за ним? Да, я сейчас скажу. Я хотя сначала спрошу Ангелина, Игорь, Аммар, Никита и Леонид. Здесь? Леонид здесь. Леонид, ты будешь рассказывать? Так, молчит. Так, сейчас я тебе объясню, Георг. Это Георг вопрос задавал? Елисей. А, Елисей. Я его задавала. Угу. Значит, я уже 33 года занимаюсь парным взаимным обучением. Что значит занимаюсь? Я его не сам придумал. Я был в Ленинграде, и там меня познакомили с тем, как дети могут друг друга учить в парах. Вот. Я почему у Лизы спрашивал про Ешивы? Потому что это способ обучения, когда один ученик учит другого, очень много лет уже применяется в этих еврейских школах. Я спрашивал у знающих людей. Они сказали, что такое обучение там происходит от сегодняшнего дня примерно 4000 лет тому назад. И с тех пор там в этих школах еврейских идет взаимное парное обучение. И я стал этим заниматься. И сегодня я обучаю учителей, как это можно делать. И вот те дети, которые учатся в школе в парах, они очень дружелюбные. Они очень хорошо друг друга понимают. И у них очень хорошие отношения, взаимопомощь и так далее. И таким образом очень сдруживаются и очень мирно живут. В школе нет конфликтов. И не только в школе, но и с родителями нет конфликтов. И с учителями нет конфликтов. И между детьми все хорошо. Ну вот такой подход. Я занимаюсь этим больше 30 лет. И сегодня я работаю с тремя школами в России. Одна школа находится в Красноярском крае. А две школы находятся одна в Москве, другая под Москвой. Ну вот такая вот история. Большое за информацией. Вот. Ну еще для Лизы я скажу, что я нашел человека, который мне помог в Израиле. Сказывайте. Снять фильм о том, как учатся в парах в этих еврейских школах в Ешивах. Извините, я нашла ответ на ваш вопрос. На какой вопрос? Повтори вопрос. Ну вопрос, который, как называются школы, куда ходят только мальчики. Я думаю, вы и так знаете. Все школы, куда ходят только мальчики религиозные, называются Ешива. Ешива, в общем, это слово сидение. Вот у меня есть документальный фильм о том, как учатся в двух Ешивах разных. С этим мальчиком. Да, пожалуйста. А где можно посмотреть ваш фильм? Ты имеешь в виду какой фильм? А, о том, как в еврейских школах обучают? Да. Ну, я публикую ссылку в Телеграме. После того, как наша... Просто вопрос. Просто вопрос. Да, пожалуйста. Вы как поучаствовали в создании этого фильма? Я делал монтаж. Ну и сопроводительный дикторский текст. Ну и кроме того, я еще продублировал этот текст на немецкий язык. И есть фильм на немецком языке. И кроме этого фильма, я еще сделал ряд документальных фильмов о парном обучении в разных школах. В том числе и в немецкой школе. Понятно. Спасибо. Ну, если в русской школе, и не в одной. Так, ну хорошо. Так, кто у нас... Леонид хотел. Леонид, ты здесь? Так, не пришел. Похоже, будем завершать. Я здесь. Так, ты будешь рассказывать четвертую часть последнюю? Да, только у меня пока что маленькая проблемка. Пусть там после меня кто расскажет быстренько. Хорошо. Я пока остановлю запись. Так, ребята, ну что, мы сегодня хорошо позанимались. Вам понравилась еврейская школа? Да, очень. Кстати, там было написано первое слово на заставке. Ешиват. Я наличие там уже. Ну да, я просто не знал, где ударение. Ешива или Ешива? Ешиват. А, еще Т на конце? Ну, на иврите, да. А, ну я знаю, мне говорили. Ешиват, да? Угу. Ага. Кто еще хочет сказать? Кстати, в этой передаче «Орел и Решка» в Израиле тоже были. Но есть пару серий. Через освета на Мертвом море были. Перезагрузка. Про кашрут тоже рассказывали. И были в Иерусалиме, и в Тель-Авиве. Спасибо, Лизочка. Так, ребята, всем тогда до свидания. До следующего года. Спасибо за урок, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok